Всем привет! Сегодня мы поговорим про диагностический адаптер ELIM-3127. Данный сканер является универсальным, подходит практически для всех легковых автомобилей. Подключается через разъем BD2. Данная версия у нас Bluetooth, то есть она совместима только с телефонами на базе Android. И обращу внимание, что версия Bluetooth не работает через различные переходники. То есть, если у вас машина до 2004 года выпуска, где используется разъем OBD1, то прибор работать не будет, то есть он просто не увидит машину. В данном случае надо использовать USB-версию, которая работает с ноутбуком. Данный прибор работает с огромным количеством различных приложений, которые доступны на Play Market. И сейчас мы рассмотрим одно из них. Первым делом нам необходимо подключить ELIM-3127 к телефону, то есть сделать сопряжение по Bluetooth. Я уже это сделал. Прибор отображается как OBD2 и при подключении иногда требует пароль. Это либо 1234, либо 400, стандартный пароль. И мы сейчас зайдем для начала в утилиту, которая проверяет версию ELIM-3127. У нас версия 1.5, что является более стабильной, более надежной версией. Чтобы проверить прибор через данную утилиту, мы нажимаем сверху слева соединиться. Выбираем тип подключения Bluetooth. Снизу у нас пишет, что идет сканирование. И сверху пишет, что OBD2. Говорит я, ELIM-3127, версия 1.5. То есть считается, что она более хорошо работает. Далее. Я скачал приложение CarScanner. На мой взгляд, это самая оптимальная, самая понятная программа для использования ELIM-3127. Давайте посмотрим, что она умеет. Итак, тут тоже нужно сделать подключение. Делается довольно-таки просто. Нажимаем подключить. И ELIM у нас соединилась с программой. Здесь мы видим различные менюшки. Ну, первое. Давайте взглянем в панели приборов. Здесь у нас показана температура охлажающей жидкости, скорость текущая, если бы мы ехали, соответственно, обороты двигателя. Также можем пролистать влево. И здесь мы также видим различные показатели датчиков в графическом виде. Еще в левое и здесь у нас уже такая табличка, что ли, где мы можем видеть также обороты двигателя. Давайте запустим текущую скорость. Ну, то есть удобно смотреть данные в реальном времени. Далее показатели. Здесь у нас выскакивают подсказки постоянно, то есть описывающие, что собой выставляют графики и различные менюшки. Ну, здесь нам пишут, что раздельная графика удобна для наблюдения за параметрами с разными интервалами, совмещенные для схожих параметров. Ну, выберем раздельные. И, соответственно, здесь мы можем смотреть различные датчики. Да, кстати, вот сейчас забыл сказать, что у меня скачет на бесплатная версия, то есть в бесплатной версии, к сожалению, не доступны все функции, но, в принципе, есть много чего полезного. Нет. Давайте мы сейчас делаем по-другому. Сейчас выберем показатели в совмещенных графиках. Здесь мы можем выбрать различные параметры. В бесплатной версии это до двух. Ну, например, вот выберем угол опережения зажигания и напряжение ELA-327. Нажимаем ОК. Так, запустим опять двигатель. И, соответственно, видим в графическом виде напряжение и угол опережения зажигания. Далее. Все датчики. Здесь нам приложение показывает информацию по всем датчикам. Соответственно, мы можем полистать, увидеть огромное количество различных датчиков и многое другое. Ошибки. Здесь у нас используются именно учтение ошибок. То есть, мы можем прочитать ошибки. В основном ELA-327 предназначено для диагностики бодвигатель. Но в данной программе мы также видим, что можно прочитать парктроник, СРС, подушки, демобилайзер, соответственно. Ну, попробуем сделать вот так вот. Прочитать. Идет подключение. И пошло сканирование. Кода неисправностей, не обнаружено. Соответственно, если бы были ошибки, могли бы также их удалить. Стоп кадр. Здесь фиксируются различные данные, которые были считаны при помощи прибора. То есть, там, те же показатели, ошибки в том числе. Кстати, если мы не знаем, для чего нужна та или иная менюшка, мы нажимаем кнопку сверху справа информации и можем прочитать, для чего нужно то или иное меню. Мониторинг и БУ. Здесь мы можем создавать различные датчики путем нажатия на них и свайпами вправо, как бы, можем создать датчик, который у нас впоследствии будет отображаться в менюшке все датчики. Так, нет. Да, вот они. То есть, три штуки было создано. И, соответственно, здесь мы можем также дополнительные датчики добавлять, чтобы мониторить информацию. Время разгона. Ну, соответственно, здесь мы можем посмотреть время разгона автомобиля, восстанавливаем для себя определенные значения, допустим, от 0 до 40, от 0 до 80 и, соответственно, фиксируем таким образом время разгона автомобиля. Вот, если же, допустим, вы там ехали и там у вас стоит значение от 0 до 40, там вы разогнались до 30 километров, то значение не будет записано. Тест на выброс. Это так называемая менюшка на экологичность. То есть, здесь показывается информация, все ли у нас в порядке в плане экологии. То есть, если написано пройден, значит, все окей. Если не пройден, значит, что-то по экологии не то. Запись данных. Ну, здесь, я думаю, не будем останавливаться. Здесь все понятно. И также есть функция кодирования сервис. Но, честно говоря, здесь, как это работает, именно в ELM я не проверял, потому что сомнительная функция для такого прибора. Но, в принципе, здесь она доступна. Что-то можно сделать. зацикливаться мы не будем здесь. Ну, и также, да, мы снизу видим еще определяется V-номер автомобиля, версия калибровок, имя электронного блоку управления. Что еще есть? Есть также у нас статистика различная, которая собирается при помощи данного прибора по автомобилю. То есть, средняя скорость, расход топлива. Ну, соответственно, нужно будет поездить и таким образом собрать статистику о своем автомобиле. Вот здесь настройки. Так. Вот здесь мы можем настроить как-то по себя ELM, либо приобрести полную версию данной программы. Как-то так. Ну, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Если вам данное видео понравилось, либо было полезно, то не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok